Во второй части выполним превращение обычного двухполюсного дифавтомата в выключатель дуги. Посмотрим, что он еще может, как работает. Извините, для краткости буду использовать разговорные названия устройств. Выключатель дуги от американского выключателя дугового пробоя. Дифавтомат – автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током с встроенной защитой от сверхтока. И так далее. Вновь начну пояснение школьной схемой. Вернее, дошкольной. Правильные дети занимаются таким конструктором раньше. Надеюсь, никто не будет возражать, если предложу переставить местами – источник питания, нагрузку, выключатель и скажу, что ничего не изменится. Для солидности можем и вектор тока расставить по схеме. Видно, что относительно каждого элемента при перестановках он не меняется. Пользуясь случаем, еще раз открою страницу истории и напомню, что обозначение плюс-минус и указание направления от плюса к минусу предложил этот ученый. Знакомый портрет. Да, Бенджамин Франклин. Вернемся в наше время, возьмем сборку, которую демонстрировали в первой части и займемся перестановками. Теперь в схеме питания с ДИФ-автоматом. Но до этого покажем, что устройство исправно. Вот, все работает. Дальше на рисунке сотрем устройство эксплуатационного контроля. Так будет проще. Очевидно, что мы и тут имеем последовательное соединение деталей. Поэтому можно перенести нагрузку, предполагая, что рахировка не повлияет на ток. Укоротим лишние линии, а нагрузку отнесем подальше от электросчета. Еще поменяем местами полисы P1 и P2. Хотя на данном шаге это не обязательно. Итак, получили новую сборку. Она включается, выключается, более ничего. Спрашивается, зачем эта заготовка. Вот, самое главное. Оказалось, что новое соединение обладает совершенно уникальными свойствами. Достаточно подключить один вспомогательный резистор между нагрузкой и соединением полюсов, и мы тут же получаем универсальное средство контроля обрыва, а также проводимости и дуги. Начнем проверку. Включаем питание. Имитируем обрыв. Для этого отсоединяем проводник от клеммы. Видим, что дифавтомат незамедлительно сработал. При обрыве возникает последовательный дуговой пробой. Условные искры можем показать на схеме. При малом токе вживую их наблюдать сложно. Таким образом, мы добились эффекта, о котором говорили в первой части. Реагирование на обрыв обеспечено, поскольку баланс токов дифавтомата сохраняется только при целых проводниках. Конечно, тут мы используем современное устройство, работа которого не зависит от напряжения питания. Запишем на схеме номиналы, чтобы численно оценить результат. Мощность лампы 40 Вт. Ток нагрузки в рабочем режиме не более 0,2 А. Резистор 27 Ом. Работает в импульсном режиме. Когда проводники целые, они вместе с замкнутыми контактами полиса П2 шантируют резистор. Разность потенциалов равна нулю и тока нет. Следовательно, в нормальном рабочем режиме потребления энергии и нагрева резистора также нет. При обрыве ток через резистор вызывает разбалансировку, поскольку действует только в полисе П1. Дифференциальный ток несколько меньше тока нагрузки, но значительно превышает значение номинального отключающего дифференциального тока. У нас 0,03 А. Если дифференциальный ток превышает значение номинального в 5 раз и более, по стандартному устройству обязано обеспечить время отключения до 0,04 секунды. Благодаря быстрому отключению нагрева резистора не будет. Можно применять маломощный. Но мы взяли с запасом на 5 Вт. Сравним полученные данные с указаниями стандарта для выключателей дуги. По ГОС-62606 считается допустимым отключение при токах от 2,5 А выше и времени до 1 секунды. Согласитесь, мы в первом же подходе легко на целый порядок превзошли эти откровенно слабые требования стандарта. Кроме того, нам не надо ждать повторного искрения. Отключение происходит при самом первом прерывании. Теперь в следующем опыте просто проверим работоспособность при большой нагрузке. Видите, защита от обрыва и дуги обеспечена. А время отключения, если оценить потоком, оказывается еще меньше, чем при предыдущей маленькой нагрузке. Для завершения исследования усложним эксперимент. Пусть обрыв будет неполным. Сделаем разрыв и соединим его через мощный резистор 5 Ом. Вначале зашунтируем этот имитатор повреждения. Затем в рабочем режиме шунт удалим. Видим, что дифавтомат обеспечил отключение в этом аварийном режиме. Если бы отключение не случилось, из-за теплового эффекта мог возникнуть источник зажигания. Таким образом мы доказываем, что кроме контроля обрыва обеспечиваем защиту от нагрева некачественных соединений. Очевидно, что наши преобразования никак не повлияли на возможность отключения дифавтомата при коротком замыкании. Защита от параллельного дугового пробоя сохранена на уровне, доступном для автоматических выключателей. Просто правильно выбирайте значение номинального тока и ничего не бойтесь. В следующей части распространим наш прием контроля отдельных проводников на случай полноценной однофазной и многофазной защиты. Продолжение следует...